Поэтому да. Служба безопасности Украины завела новое уголовное дело против бывшего президента страны Виктора Януковича. Теперь за что? Ну, на самом деле совершенно справедливо. То есть там вот российские СМИ прикалываются, ничего прикольного нет. Конечно, Янукович и Присный, тут же не в Януковиче дело, а в той шобле, которая вокруг него была. Мы все помним, в январе месяце вдруг они взяли все законы, которые Путин проталкивал 15 лет. Ну, то есть полный идиотизм. Здесь они давили постепенно, ну, как палку гнули постепенно и согнули ее в дугу. А там и решили все это сделать в один день или в одну неделю. И все законы решили антиконституционные загнать. Ну, и в результате, конечно, все это переломилось. Вот ему вменяют вот это. Ну, собственно, это и есть. Ну, это, конечно, это таким образом некий антиконституционный переворот. Попытка антиконституционного переворота. Это совершенно очевидно. Хорошая штука для прецедента. Нам-то как раз пригодится. Для международного прецедента. В Иван-Франковский представители правого сектора силой вывели из кабинета начальника главного управления юстиции по Иван-Франковской области Василия Кавацука. Облили его зеленкой и бросили в мусорный контейнер. Что-то им не жалко даже. Нет, конечно, не жалко, но это от безысходности. Вот давайте говорить честно. Товарищи, друзья наши из правого сектора, и этого делайте от безысходности. От того, что вы видите, что люстрация никоим образом не проходит. Что время уходит, все забывается. Те же самые суки, они так же там сидят и рулят. И все. И получается, как в том фильме, зачем мы с Митикой революцию делали. Ну да, вопрос такой. Возникает, наверное, у семей тех с небесной сотни, кто остался там. У кого там детишки, жены остались. Они говорят, а что наш папа голову сложил, чтобы эти каренделя продолжали жаровать. Ну так оно, к сожалению, так и выходит. Поэтому, конечно, обливание зеленкой не вызывает никакой жалости. Я имею ввиду, вот эти люди, которых обливают. Но с другой стороны, все равно это поступки жалкие. Вот с точки зрения правого сектора, это более серьезная организованная сила. И как бы Майдан более серьезной организованной силы, чем ходить и персонально наглую кому-то там, грубо говоря, выливать эту зеленку. Я не знаю, у них Майдан сейчас самая главная сила. Ну, сидите, ну, вставайте на Майдане. Ведь никто сейчас не отдаст приказ разогнать им. Вот в чем сила-то, да, Майдана. Ну, хотите иллюстрацию добивались. Не знаю, сегодня я не знаю, отдадут или не отдадут. Да, пускай отдадут. Вот в этом же, ну, тогда нужно же понимать. Если они отдадут, как если востоке Украины такой геморрой, то это у вас вроде защищена. Потому что патриоты уже не будут. Я понимаю, но Порошенко, если отдаст приказ стрелять по Майдану, неважно по какому Майдану, он автоматически превращается в Януковича. Ну, это да. Это уже без соревнований будет. В этом смысле у правого сектора очень сильная позиция. Очень сильная, да, условно говоря. Вы водите людей на Майдан, стойте на Майдане, да, и требуйте иллюстрации. И все, ну, как это было. И ничего, никто вам ничего не сделает. Никто не отдаст приказ. Нет, ну, здесь давление нужно оказывать, прежде всего, конечно, на депутатов Рады, чтобы они... Ну, вот начинается, вот начинается. Да, я технически говорю, как надо сделать. Ну, имеешь в виду внешнее давление. И не в это вот как там по телевизору выступать и говорить депутатам. Да нет, же не в полном случае. Вот на Майдане стоять, да, и пропускать их через себя. Как как через строй, что проходили им там. И прямо плакатами, как это самое, в морду, да, условно. Ну, я не знаю, что. Вот Порошенко еще заявил, что Адольф Гитлер вместе с Осимом Сталином развязали Вторую мировую войну и попытались разделить Европу. Ну, вот, ну, не надо дразнить ему, вот честное слово. Вот этих исторических гусей, их сейчас не самое время дразнить к 70-летию Победы. Разделять. Зачем? Разделять тогда, когда нужно получить преимущество. Ну, может быть, Порошенко получает от этого преимущества, что разделяет. Я думаю, что навряд ли, понимаешь? Ну, то есть, вот, конечно... Ну, они куют тоже из России врага. Ну, да, конечно. Ну, я хочу напомнить, что... В тот момент, когда 17 сентября Сталин объявил о том, что заходит в Белоруссию и на Западную Украину для того, чтобы обеспечить безопасность в связи с тем, что польское государство прекратило существование. Ну, на самом деле, это была аннексия, как бы ее ни называть. Но в этот момент Сталин не находился в состоянии войны ни с Гитлером, ни с кем. Он не участвовал во Второй мировой войне. В этот момент уже, я напоминаю, участвовали во Второй мировой войне Германия, Польша, Словакия, Великобритания, Франция, Австралия, Новая Зеландия, Индия, Непал, кто там еще. Фактически участвовали уже во Второй мировой войне Китай и Япония. Хотя тоже они вроде там между собой что-то разбирались, но это уже фактически была Вторая мировая война. А Сталин, надо сказать, если кто-то рассматривает его как союзника Гитлера, ну, потом он из союзника такого временного превратился в самого главного противника. И если этот вопрос 17 сентября поднимать, то Порошенко не стоит вообще. Вот Рокс, как, помнишь, Иисус говорил в этом Южном парке, говорит, что я 18-метровой палкой не стал бы. Тогда нужно задать вопрос, а Литва где была в этот момент, когда Вильнюс себя отжимала, потому что польское государство прекратило существование. Ну, тогда блитовцы заявили, мы не хотим иметь дело там со злодеем Гитлером и со злодеем Сталином. Ну, они сели и спокойненько подписали и там скажут, вот какое-то давление оказали коммунисты. Нет, коммунисты в 40-м году оказали давление. В 39-м еще никто ни на кого не давил. Поэтому тут эти вещи лучше их сейчас вот в контексте нынешних событий вообще не рассматривать, абстрагироваться от этого всего. Сейчас вот день, сейчас пища, а то старое говно, пусть там историки разгребают. На Космодром Восточный вскрыли растрату на 48 миллионов рублей. Так вот она и зарплат. Я думаю, что там растрат была гораздо больше. Да, но сейчас вот в этой растрате сейчас нужно посмотреть сколько откат. Причем тем же самым людям, которые сейчас вскрывают эту растрату. Откат и в растрату не засчитываются. Откаты это откаты. Новейший российский танк Т-14 Армата дважды поломался на репетиции парада Победы. Ну это закономерно. То есть Путин. Он единственный, конечно. Да, Путин готовит там какой-то сверхъестественный парад. Поэтому я говорю, это очень опасное место. Будет вообще празднование 9 мая. Потому что мы знаем, что когда такие вещи происходят. Ну как самолет Максим Горький потом может на башку обрушиться. Или там как Маршал Неделин, который ракету готовил к 7 ноября. Эти все потом улетели вместе с этой ракетой. Только не в космос. Вот. И как бы понятно, что вот то, что сейчас есть. Вот какая-то там Армата, да. Не пойми, что новое. И не пойми, что старое, приведенное в порядок. И все это будет на параде. Поэтому большая опасность того, что это будет падать на голову. Ехать не туда, ломаться и так далее. И еще там люди все будут напряжены очень сильно. Потому что им сказано, да вы что там, смотрите. Там приедут со всего мира те, кого мы денег забашляли. Рекламный баннер пивного магазина возмутил жителей Каннска. Да. Вот где этот баннер-то. Вот он. Вот он. Замечательный баннер, на мой взгляд. Тут трус балбесы бывалый. С вот этими георгиевскими, так называемыми, ленточками. И то есть, вот двойная такая подоплека, да. Здесь, с одной стороны, наехали, говорят. А что, почему там вот, ну, всякие правоохранители. И я так понимаю, ядросы. Почему там изображены такие негативные персонажи. А с другой стороны, там Никулин изображен. Он воевал. У него медаль за отвагу. У него орден славы. За ворон Ленинграда. Почему Никулин там не может быть. А с другой стороны, вот эти кренделяя, я имею ввиду, персонажи с георгиевскими ленточками. А разве не такие сейчас вот в жизни? Разве не эти же трусы, балбесы и бывалые ватники? Вот эти бы персонажи в наши дни, они кем были бы? Ватниками были, сто процентов. Они бы ходили, кричали за победу, Крым наш. Поэтому это хороший такой, как сказать, сатирический плакат. И вот так и надо. Да, сатирический плакат очень хороший, да. И вот еще одно, так скажем, предложение. Вот этот город называется Каннск. Вот к Никитке Михалкову вот Каннский фестиваль нужен проводить. Каннский фестиваль. Ну что ж, будет свой у Никиты Сергеевича Каннский фестиваль. А то там на настоящем Каннском фестивале не все прокатывает, а здесь будет все прокатывает. Это где вообще этот Каннский? В Красноярском. Красноярском, да. Хорошо там, что типа. Да, конечно, хорошо. Вот тут скандал разгорается по поводу того, что Никита Михалков и его брат Андрей Кончаловский попросили в государство около миллиарда рублей на создание новой сети ресторанов быстрого питания. Ну, я так понимаю, что высказался, а это только Михалков Никита, да. Кончаловский, Кончаловский пока ничего не сказал, давайте его услышал. Но я бы ему рекомендовал, конечно, в такую гадость со своим братцем не лезть, потому что он пользовался очень большим уважением, и ему лучше, конечно, ни за какие деньги не мараться. А уж тем более. Хотя тоже у него жена занимается этим бизнесом, понимаешь, то есть, вот. Ну, может, они придумали что-нибудь эдакое, что-нибудь такое. Чего бы они не придумали. Мне нравится, что было заявлено, что сеть будет, которая называться «Едим дома». Да, вот. Ты понимаешь, как переведите? А я прочитал. «Едим дома», конечно. Иностранец так и переведет. «Едим дома». Представляешь, вот, и вот, ну, тут, он, Кончаловский, сказал, что есть желание создать сеть хорошей, честной еды. Вот, ну, честную еду никак нечестными способами и с нечестными людьми нельзя создавать. Поэтому Кончаловскому лучше туда, конечно, не лезть. Это однозначно. Потому что, тем более, не просите у Путина на это миллиард. Рублей можно. Я думаю, Кончаловский мог бы найти инвесторов нормально, не Путина. Ну, это вот больше к Михалкову, да, подходит. Да, это он сразу, дуй. А мне в казну нырять привык. Не ток, сказку, и в наш карман еще. Ну, да, за донышь. Хочешь, чтобы мы ему платили. Вот мы здесь контент делаем для Ютуба. А мы ему должны будем потом платить. А мы же еще и платим за этот контент. Нет, а к Михалкову еще будем платить за авторство. А как же, он же, он же автор всего, что в Ютубе. Автор всего. Автор всего, да. Внутренние войска отрабатывали по... А вот кто-то написал, платим Михалкову, а едим дома. Очень хорошо, да. Едим в дом. Заходишь, там такая касса, и все, денег заплатил. Выбрал, и пошел домой. Классно вообще, идея гениальна. Есть в дом. Тебе дают только чек, да. За чеком приходишь, жене его предъявляешь, да.